Вряд ли кто-то убежит. Это по воле Бога всё происходит. Плюс хотите сказать, что в Индии, а видите, вот смотрите, вот это уже похоже вообще на зависть. Видите, сначала, когда записка начинается какими-то вопросами, это нормально. Но когда начинается противопоставление Индии с другими странами, это чистая зависть уже, причём зависть к вере. Но я дальше не знаю, что написано. Будем читать или нет? Не будем, сто процентов. Я не хочу дальше читать. Потому что зачем отвечать на вопросы человека, который завидует? Если тебе не нравятся лекции, иди послушай другую. Зачем? Получив благословение от священника, если желание исполнилось не так, как он сказал при встрече с ним, как смотреть искренне в священнику в глаза, и как смотреть на алтарь, перед которым благословляли? Чувствуешь желание искупить свою невезучесть? Могли бы вы немного ответить, осветить эту ситуацию? Хорошо, хорошие вопросы вы задаете. Итак, смотрите, священник может благословить. Значит ли это, что обязательно произойдёт то, что он сказал? Нет, конечно нет. Потому что события, которые с тобой происходят, это твои события. Допустим, священник говорит, я благословляю тебя выйти замуж в этом году. А ты вместо того, чтобы соблюдать целебан, правильно себя вести, решила, о, классно, и пошла гулять со всеми мужиками подряд. Значит ли это, что ты выйдешь замуж в этом году? Не факт. Ты должна тоже что-то для этого сделать? Не то, что священник сказал, всё, теперь выйду замуж, пей, гуляй, веселись. Не факт. Должна тоже что-то сделать. Другой вариант. Священник благословил выйти замуж в этом году. И ты совершаешь усилия, но ничего не вышло. Значит ли это, что благословение не сработало? Это просто значит, что священника не хватило силы победить твои грехи. И радуйся вообще, что он тебя благословил. Такой грешник. Понимаете, всегда часто хочется обвинить священника в том, что он неправильно сделал. Надо обвинять себя. На самом деле, если человек сильно поверил священнику, то замуж выйти всё равно придётся. Не в этом, как в следующем. Благословения старше сбываются. Иногда немножко запоздание. Но если ты не веришь священнику и алтарю, как они сбудутся? Конечно, ничего не сбудется в этом случае. Спасибо. Спасибо.